Здравствуйте! 14 лет назад, в ноябре 1998 года, российская ракета «Протон» вывела в космос первый модуль Международной космической станции. Ему дали имя «Заря». Так на орбите Земли началось грандиозное строительство космического дома. Уже через два года и снова в ноябре на станцию прилетели первые жители – Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко и Уильям Шепард. На МКС уже побывало больше 200 космонавтов и астронавтов из 15 стран. Сегодня есть у нас кооперация по использованию станции. Мы договорились с нашими партнерами, со всеми, что мы ее эксплуатируем до 2020 года. Что касается возможностей продления ресурс до 2028 года, то у нас еще есть 8 лет для того, чтобы провести переговоры, определиться с составом дальнейших участников, в том составе ли в ином это будет. Группировка спутников связи и вещания «Ямал» пополнилась новым космическим аппаратом. Сегодня он проходит летные испытания на орбите. Спутник из сибирского Железногорска расширит географию и качество телевизионного сигнала для зрителей России и ближнего зарубежья. На орбите «Ямал-300К» – первая ласточка новой серии космических коммуникаторов. В отличие от предшественников, он будет трудиться не 10, а 15 лет на благо российских телезрителей и пользователей интернета. Спутник поможет развитию общественного и регионального цифрового телевидения, повысит надежность и скорость доступа к всемирной сети. Это уже спутники следующего поколения, с намного большей энергетикой, с значительно большим количеством транспондеров. Группировку, которую мы, то есть, будет создана из этих спутников, будет в 4 раза больше пропускная способность, чем у предыдущих спутников. Но самое главное, они дают значительно новое качество именно потребителям. Первый спутник «Ямал» начал транслировать цифровое телевидение России на рубеже 21 века. Мы обеспечиваем трансляцию основных федеральных и ведущих телекомпаний России, в том числе такие, как «Россия-24», «Спор-2». Эта аппаратная трудится со спутниками «Ямал-200», однако в центре спутника телевизионных систем ее называют «прошлым веком» в прямом и переносном смысле. Уже работает новая аппаратная с современным оборудованием для трансляции даже не десятков, а сотен каналов с высоким разрешением. Сегодня уже через наш спутник вещается 146 телевизионных каналов. Это вот как бы есть результат внедрения новых технологий. И что это каналы? Это коммерческие телевизионные каналы, это оригинальные телевизионные каналы. Когда завершатся летные испытания нового «Ямала», в его распоряжении будет еще более высокотехнологичный комплекс – аппаратура третьего поколения. Мы находимся в аппаратной, у которой установлено новейшее оборудование для работы со спутниками «Ямал-300» и «Ямал-400». Оно обеспечивает работу в самых современных форматах цифрового телевидения «МПЕК-4» и телевидению высокой четкости. Лазурный берег Франции. Рядом Канны – родина международных кинофестивалей, где ежегодно дефилируют звезды мирового кинематографа. Однако есть горожане, которые рядом со звездами все 365 дней в году. В буквальном смысле слова. Завод «Талис Оленя Спейс» – европейский лидер в области спутниковых систем и производитель орбитальной инфраструктуры. Более 15 лет предприятие тесно сотрудничает с Россией в строительстве космических аппаратов. История отношений «Талис Оленя Спейс» и России – одна из самых длительных и успешных для нашей компании. Столь долгое сотрудничество – редкое явление в космической промышленности. На стапелях в Каннах – телекоммуникационный спутник «Ямал-402» – совместный проект России и Франции. Его планируют запустить на орбиту в конце года. «Ямал-402» – практически первый спутник восточноевропейских стран, построенный в Западной Европе, который полностью оснащен российским оборудованием и запускается с российского космодрома. «Лаборатория сборки». Здесь создают оболочку – скорлупу спутника. При выводе на орбиту каждый грамм на счету. Однако алюминиевый сотовый пакет спутник не утяжеляет. Все элементы аппарата проходят стерилизацию. Далее – соединение защитных модулей. Спутник будто одевают в кокон. Вот перед нами автоклав, где при высоких температурах производится склейка элементов композитными смолами, в частности, обшивки кожуха. Оператор наклеивает специальные маркеры для монтажа приборной панели спутника. После этого – окончательная сборка аппарата. Финальный этап – испытание космосом. И еще на Земле. Своеобразный экзамен на механические нагрузки, вибрацию, акустические, звуковые частотные и термические. Здесь российский Ямал делает свои первые шаги в космос. Слева на транспортной платформе вы можете видеть спутник Ямал-402. Он полностью готов к отправке на тестовый полигон. Собран и предварительно протестирован. До полной готовности осталось установить солнечные батареи и отражатели. Ямал нового поколения сегодня уже на Байконуре. Но даже после вывода на Орбиту французские специалисты не оставят его. Из этих залов операторы наземных станций будут следить за спутником и при необходимости корректировать его работу. Это так называемый зал чистой совести. Здесь операторы, завершившие 10-дневную смену, смогут еще раз убедиться в правильности выполненной работы. Только через 3-4 недели управление и контроль за спутником будут переданы клиенту. Новый Ямал улучшит сигнал не только в России и странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Связь, телевещание и быстрый доступ в интернет станут доступны в самых отдаленных уголках. И, конечно же, на полуострове Ямал, который дал название космическому аппарату. Плутон удивил астрономов. Эта карликовая планета начала краснеть. По мнению ученых, так на солнечные лучи может реагировать метан, косвенный признак жизни. И это при температуре минус 200 градусов по Цельсию. За всю историю исследований дальнего космоса до Плутона не долетал ни один космический аппарат землян. Загадки карлика еще предстоит разгадать. И, возможно, откроется, что жизнь надо искать не на Марсе, а на холодном и покрасневшем Плутоне. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.